Подключи тариф на все 100 от компании IntercomTel. Скорость до 100 мегабит в секунду днем и ночью. А для новых абонентов месяц в подарок. Здравствуйте, это программа Актуальна. В студии Илья Лапшин. Уже 3,5 месяца в нашей стране действует закон о банкротстве физических лиц, который, я напомню, позволяет обычным гражданам, правда крупным должникам, объявить о своей финансовой несостоятельности, если их долг кредиторам превышает более полумиллиона рублей, и они не платят по кредитам более трех месяцев. Мы в свое время, как раз в октябре прошлого года, делали программу, ну, по сути, презентацию этого закона, на мой взгляд, прошло достаточно времени, чтобы сейчас какую-то предварительную черту провести. Вообще, насколько это новые процедуры, и сам закон интересен должникам, приходят ли они за консультациями к юристам, инициируют ли они свое банкротство, или что-то их останавливает. Вот об этом как раз и будем говорить. Вместе с руководителем юридической фирмы «Юрист» Всеволодом Курбановым, я вас приветствую, здравствуйте, спасибо, что вы очередной раз согласились и пришли к нам в студию. Или маловато все-таки времени, 3,5 месяца, это не тот срок, чтобы серьезно говорить, и даже чтобы вы не дали какую-то предварительную статистику. Сотни людей побежали к юристам или в арбитражные суды, понимая, что вот она замечательная возможность, которая избавит меня от финансовых проблем, если я буду признан банкротом. Люди изучают аккуратненько, советуются, что-то слышат там в полуха, и пока отсиживаются дома, ведя тот образ жизни, не самый комфортный для них, но тем не менее, каким-то образом пытаются расплачиваться по долгам, а себя банкротами не объявляют. Ну, как вам сказать, действительно, вы сказали, что срок вступления в законную силу новшества в этом законе, в федеральном законе, о нестательности банкротства из физических лиц прошел совсем мало времени. Да, это мало времени. Мало времени для того, чтобы иметь наработанную программу, срок для юридического сообщества. Мало времени, чтобы иметь такую практику, и для кто заинтересован в этом. Сейчас это на уровне того, что я знаю того человека, который знает, прошел эту процедуру. И с той стороны, кто заинтересован в этом, имеется в виду физические лица должники, и со стороны кредиторов, и в юридическом сообществе. Кстати, две стороны, действительно, сами должники и их кредиторы. Но все-таки, может быть, опять же, из тех разговоров, я знаю, что кто-то прошел такую процедуру. А кому интереснее объявить должника банкротом? Самому должнику или все-таки его кредитору? Сейчас сложилась такая тенденция и направление, что как-то стали выискивать какие-то недостатки в этом законе. И этими недостатками, возможными, какими-то последствиями стали пугать друг друга. Юристы себя и своих клиентов со стороны физических лиц и кредиторов, кредиторы еще там думают, хотя это юридические лица, в основном там банковские и кредитные учреждения, которые уже искушены в этих делах. Но физические лица, должники, они еще в раздумье. Хотя тенденция, направление, конструкция сама, она ожидаемо будет больше. Мы объясняем саму процедуру, схему банкротства, как это будет выглядеть. Что это не такое дорогое, как слухи идут, как не так страшен черт, как его молюют, но и не дешевое. Само это 10 тысяч рублей, которые он, должник, который хочет процедуру банкротства, он нуждается в деньгах. Он должен изыскать эти деньги. Для него уже 10 тысяч это же деньги. Это то, что официально он должен заплатить управляющему по банкротству, который назначит, и саморегулируемая организация, суд назначит ему. Он должен оплатить пошлину в 6 тысяч рублей. Он должен, если у него не имеется имущества, которые, возможно, будут взыскания направлять на это имущество, он должен какой-то запас денег на счет перечислить, чтобы где-то до 30-40 тысяч рублей, чтобы от 15 тысяч рублей, к примеру, чтобы какие-то публикации провели по его банкротству, какие-то расходы были. Какой бы закон, на первый взгляд, кажется, он сухой, кажется, он непонятный. Закон есть закон. По моему внутреннему убеждению, он необходимый и нужный закон, который вовремя, к счастью, для таких вот должников, может быть, я сейчас разговариваю против мнения некоторой группы юристов, которые убеждают, что это вот ожидаемые санкции, ожидаемые ограничения и так далее. Это для меня, по моему понятию, это нужный и необходимый закон, который надо правильно преподнести, и в хороших, правильных, умелых, как говорится, руках он принесет благо. Вот смотрите, представим такую ситуацию, что человек-должник, физическое лицо, ввязался в эту процедуру, прошел уже массу этапов, вплоть до признания арбитражным судом его банкротом, вплоть до назначения финансового управляющего его делами. И в какой-то момент он понимает, что назначенный заниматься его делами человек, он настолько искушен и вцепился в него, и раскрывает абсолютно всю информацию о его активах перед кредитором, перед каким-нибудь банком, что вдруг человек понимает, ой, а ведь меня разденут настолько до нитки, да, погасят кредит, но у меня не останется ничего. Он может как-то эту ситуацию повернуть вспять, потому что он же помнит ту свою жизнь прежнюю, когда ему звонили или коллекторы, или представители банка, а он говорил, ребята, с меня нечего взять, я гол, как сокол. И единственная мотивация, что он пришел к вам и начал почувствовать банкротство, что он просто узнал от этих звонков, и опять же не подготовившись, думав, что эти звонки прекратятся, и он будет жить так, как дальше. Когда можно повернуть назад и можно ли? Перед началом банкротства есть масса времени, и масса времени, чтобы заполнить необходимые документы, бумаги, в том числе раскрывающие, что у него есть, что они будут в ходе судебно-процессуальных действий иметь, реструктуризацию ли, или направление на взыскание имущества, или какие-то способы и методы. Они обговаривают это с юристом вначале же. Для этого и нужен грамотный специалист, который даст ему направление до судебных разбирательств. Он, доведя его до суда и назначения управляющего по банкротству, он может его просто так вне судебного консультировать, вести его. Но вы задали вопрос обратно. Если так... Прежде чем такого не было, он должен знать, к чему идет и как идет. И все, что у него есть, он должен спокойно обрисовать в документах, какое имущество. Даже то имущество, которое в течение трех лет он продал, переоформил, это будет вызывать вопросы. Он должен быть готов к этому тоже. У меня на слуху тот пример, когда в области, то ли в Татарстане, то ли в Ульяновск, то ли в Самарской области многодетная женщина, как только... Вы знаете, всего 3-4 месяца закон действует. Имея многих детей, жила на пособие, не имела имущества, не могла пройти по направлению реструктуризации, направить на взыскание имущества, у нее имущества нет, ее обанкротили очень быстро, в течение 2-3 месяцев, когда в рамках судебного процесса, как обычно сроки, ожидаемые сроки. Но если это будет реструктуризация, допустим, там есть оговоренные сроки в течение такого-то периода, из имеющихся денежных средств, из того реализации имущества, вы должны эту реструктуризированную сумму своим кредиторам, вы должны выплачивать такими-то долями в течение 3-х лет. Так что оно может быть растянуто в пространстве во времени. А вот смотрите, вы приводите пример совсем из другого региона, не из Ивановской области. А мы, когда только этот закон вступил в действие, в начале октября, поинтересовались в арбитражном суде, приходил ли кто-то, задавали какие-то вопросы, сказали нет, но скоро вы здесь увидите очереди. Не уточняли мы, что понимать под этим словом скоро, но сейчас нет ведь очередей ни в юридических кампании, ни в том же здании арбитражного суда. Хотя, и что тут скрывать, я понимаю, что только в нашем регионе сотни, если не тысячи людей формально могут попадать под действие этого закона. Не хотят, боятся, не знают, или привыкли к прежней жизни, не хотят идти по новому для себя пути. Я думаю, после того, как Ивановский арбитражный суд Ивановской области будет иметь практику, сейчас были праздники, сейчас вот Новый год, Старый год, вот это все закончилось, когда будет иметь практику, мы будем говорить о другом количестве людей, о другом качестве. Сейчас тоже начинают, но тем не менее, по рекламе юридических кампаний, которые они вбрасывают в медиасферу о том, что они оказывают услуги по банкротству, чувствуется оживление на этом рынке. Я не могу сказать, что я обращался в арбитражный суд узнавать статистику по этим делам, это легко можно узнать любому, я не могу сказать, но по моему опыту оно только в начале пути. Дождемся хотя бы его середины, может быть, и вместе с вами, а может быть, и отдельно, мне хочется еще и поговорить с человеком, который мне скажет, я решился, я прошел, и вот сейчас моя жизнь или не изменилась, или изменилась кардинальным образом. В любом случае, я вас благодарю, с вами сегодня прощаюсь, нашим интересам, напоминаю, что у нас в гостях был Север Курбанов, руководитель юридической компании, и юрист, мы говорили о работе закона об окросте физических лиц. Вопросы и комментарии по телефону 59-21-21. Я с вами прощаюсь, до свидания, всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова